Заря Каспия В начале игры у нас не все получалось в защитных действиях. Центральные защитники стали играть не так, как мы планировали. Потом более-менее игра наладилась. Второй тайм для астраханцев сложился еще более благоприятно. Перевес в счете был уже в 10 мячей. К концу матча гонболисты Скифа сократили разрыв до 7. Итог 31-24. Это была девятая победа Каспийцев в рамках чемпионата России. Ключевой момент в первом тайме был, когда мы при удалении в пятером сумели отстоять, забили два гола. Немножко их это надломило, видно было. Было полегче играть нам, нежели они бы были в полном составе. К слову, как и у нас, так и в команде соперника по два травмированных игрока. Астраханцы Сергей Придебайлов и Дмитрий Артамонов получили серьезные травмы. Спортсмены проходят реабилитацию. По словам тренера, Дмитрий в этом сезоне на площадку больше не выйдет. Сергей вернется ближе к финальным матчам предварительного этапа. Игровой состав Каспийцев заметно ослаб. В связи с этим астраханский клуб приобрел легионера правого полусреднего Максима Бутенко. Ранее гонболист выступал за такие клубы, как Динамо, город Полтава, Украина и белорусский клуб БЭК-ГК. На осеннем отрезке чемпионата России Максим играл за Челябинский локомотив. Был вариант, в принципе, договоренность с тренером, с его стороны тоже поступило желание. С каждым днем все больше и больше идет прогресс, больше взаимопонимания. Сейчас Заря Каспия занимает промежуточное пятое место в предварительной таблице чемпионата России. Команда набрала 20 очков. Александр Вострикова, Серик Намазбаев, Новости 24, Астрахань.